Обменные курсы валют резко поползли вверх накануне. Официальная цена доллара подскочила сразу на 4 пункта и составила 83 рубля 59 копеек. В банках же единицу американской валюты предлагают и того дороже, где-то почти 86, а где-то даже почти за 88 рублей. Это, конечно, не те же цифры, что были год назад. Тогда обменные курсы перевалили за сотню. Сейчас, говорят банкиры, очередные скачки люди воспринимают более спокойно. Никаких очередей из желающих купить валюту или реализовать запас иностранных денег по выгодной цене в финансовых учреждениях нет. Единственная какая тенденция наблюдается, что когда у населения заканчиваются сроки по рублевым вкладам, они частично перекладываются в валюту. Чтобы были какие-то очереди в кассах или ажиотаж по покупке долларов и евро, в этом году я могу сказать, что все проходит гладко и спокойно. Нет, паники никакой нет и ее и быть не может, и ажиотажного спроса никакого мы не отмечаем. Потому что вот если бы резко упала бы валюта до 50 рублей, то можно было бы сказать, что народ повалил и решил срочно купить в ожидании чего-то там, что назад может быть хуже. А поскольку валюта очень сильно выросла за последнее время, то и никакого ажиотажного спроса нет. Финансовые аналитики дают советы, как поступить в нынешней нестабильной ситуации, чтобы не прогадать и сохранить свои сбережения. Что касается инструмента, который более-менее позволит сохранить, это государственные облигации. Потому что на сегодняшний день они привязаны к ключевой ставке. И если сейчас ключевая ставка 11% годовых, то мы, соответственно, сможем получить по этим облигациям 11-12% годовых. Сейчас эти облигации предлагают доходность вплоть до 14, можно найти. Но она будет постепенно снижаться, но не так быстро, как у банков. Чтобы увереннее себя чувствовать в этой ситуации, то есть свои сбережения изначально лучше, скажем так, разделять на несколько корзин. Это рублевая корзина, да, скажем, и валютная корзина. Тогда при этих колебаниях вы будете спокойно смотреть на телевизор и попивать чай, да, скажем так, не нервничать в этом случае. А сейчас, да, то есть определить для себя, какие у вас там расходы будут, какие у вас все-таки сбережения можно, и придерживаться этого правил. И в данном случае все-таки не рисковать, большинству бы я бы посоветовал не рисковать. Колебания курса отражаются на большинстве сфер жизни. В первую очередь это, конечно, импортные продукты. Ритейлеры отмечают и изменение спроса. Люди стали меньше покупать дорогих заграничных сыров и других деликатесов. До сих пор торговым сетям удавалось сдерживать цены по многим позициям. Будет принято повышение на товары бытовой химии и на детское питание. Здесь все так же объяснимо. Есть весомая доля импорта. И поставщики в предыдущем году, в 2015, удерживали как могли, но мы со своей стороны тоже не принимали никаких повышений. Здесь уже никуда от этого не деться. В рамках 10% это будет принято повышение, это будет не раньше февраля. Импортная техника также остро реагирует на курсовые колебания. По сообщениям федеральных СМИ, россияне вновь стали массово скупать стиральные машинки и телефоны. В красноярских магазинах никакого всплеска спроса не наблюдают. И говорят, если вы планировали покупку, к примеру, нового телевизора на ближайшее время, это лучше сделать сейчас. А закупать впрок электронику смысла нет. Кроме того, для самих предпринимателей кризис – это время, когда нужно искать новые подходы в организации бизнеса. Когда покупательская способность снижается, и традиционные методы заработка денег, то есть они уже не приносят никакой отдачи, как это было, например, 2-3 года назад, то на сегодняшний день приходится придумать очень много вещей. То есть чаще всего это поиск альтернатив за меньшие деньги. То есть мы, например, очень серьезно занялись ремонтом, очень серьезно занялись трейдином. То есть приходится предлагать нашим клиентам такие сервисы, которые в сытое время, ой, что-то руки не дошли. То есть в настоящий момент, конечно, у всех руки доходят, все магазины начинают улыбаться лучше, все магазины начинают говорить, как у вас дела, пожалуйста, проходите и так далее. Представители туристической отрасли говорят, нестабильность валют не влияет на желание путешествовать. Отказов от забронированных туров нет. Страны, с которыми мы работаем, учитывают этот момент и автоматически немножечко снижают стоимость тура в долларовом эквиваленте. И вот эта разница от 5 до 15 процентов, которая у нас есть за счет скачка доллара, она частично гасится. А вот с автомобильным рынком ситуация иная. Новые машины однозначно прибавят в стоимости. И пока эксперты не решаются прогнозировать, насколько. На сегодняшний день у нас есть автомобиль еще 2015 года, который можно приобрести по ценам 2015 года. Это будет выгодная покупка для многих, у кого был отложен спрос на автомобиль, либо хотел приобрести автомобиль еще. То есть цены будут только расти. Ну и, конечно, не может не сказаться нестабильный курс и на бюджете. Его верстали из прогноза цены за доллар примерно в 60 рублей. Красноярский край, если не брать федеральный бюджет, а брать региональный, он скорее выигрывает от того, что расслабляется рубль просто потому, что наши экспортеры продают свой никель, свой алюминий и так далее за валюту, за доллары, получают большую рублевую выручку и, соответственно, рублей больше становится в бюджете. Да, этот рубль меньше стоит, мы это понимаем, но, тем не менее, перекрывается увеличение выручки, тем обесценивает то обесценивание рубля, которое происходит. И это, кстати, большое преимущество нашего края, потому что в регионах, где нет крупных предприятий-экспортеров, ситуация с бюджетом складывается менее благополучно. Анна Московских, Александр Ловицкий, Дина Володина, Андрей Крупнов, Алексей Гусик и Всеволод Никитин. Новости.